Товарищи, давайте продолжим наше заседание. Переходим ко второму вопросу. Борьба за режим рабочего времени выгодна для работников. Вопросы, товарищи, Алексей Михайлович Чопа, оператор станков ЧПО, экспериментально-производственный комбинат, город Свердловск. Значит, вопрос о борьбе за режим рабочего времени выгодны для работников. Ну, это вообще один из таких основных вопросов борьбы за улучшение положения рабочих. То есть, это коренной вопрос. И этот вопрос, он пересекается напрямую с вопросом о борьбе за повышение заработной платы, как это ни странно. Почему? Например, на примере с ситуацией, которая складывается у нас на предприятии, абсурдная ситуация складывается. Ведется борьба за режим работы, невыгодный для работников. Как это происходит? Значит, был уровень зарплаты 1, сокращается реальное содержание заработной платы, при этом еще и сокращается реальное выражение, не реальное выражение, а денежное выражение зарплаты. И работники, пытаясь достигнуть бывшего какого-то уровня своей заработной платы, выходят, берут дополнительные смены, работают сверхурочно, берут вторые ставки, работают чуть ли не круглосуточно. Еще заметил для себя такой абсурдный тоже момент, что мы тут говорили, что нужно людей знакомить с тем, что такое коллективный договор. То есть люди не знают, что такое коллективный договор. Подходишь к человеку, говоришь, нужно вести борьбу за режим рабочего времени, за коллективный договор, люди не понимают, что такое слово борьба. То есть нужно объяснять буквально, пословно, дословно какие-то вот такие вещи. Во-первых, что такое борьба? Это в понимании каких-то профсоюзных действий, это планомерная работа. На самом деле, ну, не более того, планомерная, коллективная работа по достижении каких-то результатов, улучшающих положение рабочих на предприятии. В разговорах вот с рабочими пытаешься объяснить, что нужно сокращать рабочее время. У нас, в принципе, повестка сокращения рабочего дня, она из года в год уже звучит практически во всех вопросах, которые ставит Российский комитет рабочих. Красная линия проходит сокращение рабочего дня до 6 часов. при 30-ти часовой рабочей неделе без сокращения, без изменения заработной платы. Объясняешь работнику, что нужно сокращать рабочий день и бороться за увеличение заработной платы, а происходит все наоборот. Человек не понимает, а как ему, ну, там, понятно, что работодатель тоже, как бы, ведет эту борьбу, тоже ведет полномерную работу по увеличению своего дохода. И работники вынуждены, как бы, получается, такое добровольно-принуждение, ну, как, принуждение вот брать, получается, дополнительные смены, перерабатывать, потому что у людей ипотеки, у людей, там, дети и так далее, и так далее. Все с этим сталкиваются. Вот, но нужно понимать, что борьба за режим рабочего времени – это, на самом деле, вопрос ни много, ни мало, вопрос жизни и смерти. У фонда Рабочей Академии есть Красное Радио, в котором есть программа «Как убивает капитализм». Там есть сводки о том, что люди, рабочие, ежедневно погибают на предприятиях, на производствах. Ежедневно. Это Красное Радио собирает эту информацию. И, как правило, ну, даже не как правило, а часто такие ситуации возникают по причине переработок. То есть просто люди работают в опасных производствах, засыпают и на рабочем месте, и случается беда. Ну, тут уже никакой финансовый интерес, ну, просто не может сравниться, как скажем, не сравниться, заинтересовать человека, просто рисковать своей жизнью. Ну, это абсурдная вещь. Какие случаи нарушения вот этих вот режимов рабочего времени? Вообще, да, нужно изначально понимать, что вот самое простое – это просто не перерабатывать, просто работать в соответствии с трудовым кодексом, как минимум, не брать дополнительные смены, не соглашаться на переработки, не соглашаться на сверхурочные работы. Это вот самое простое – как вот не перерабатывать, да? Понятно, что там это может как-то сказаться, какое первое время на финансовом положении, так сказать. Но если это будет проводиться, будут проводиться коллективные действия, все предприятие, ну, или какая-то большая часть коллектива осознает вот этот свой жизненно важный интерес на самом деле, то должен произойти обратный вот этот вот эффект, что будет сокращено рабочее время и увеличиваться заработок. То есть тут на самом деле работает наоборот. Когда человек соглашается на более какой-то высокий уровень дохода по отношению к своему рабочему времени, ну, то есть, жертвуя своим свободным временем в интересах работодателя, он сокращает свой заработок. То есть он соглашается на условия работодателя работать больше и приходит в результате к уровню заработной платы, которую он получал, там, например, год назад. То есть, ну, это такая обманчивая ситуация. Надо понимать, что человек рабочий зарабатывает больше, получает зарплату больше, если он работает меньше. Но это работает в перспективе. Значит, какие еще вот варианты, не варианты, а, так скажем, способы работодателей влиять на рабочее время сотрудников. Вот, опять же, пример моего предприятия. Это элементарный недобор рабочих в несоответствии количества сотрудников штатному расписанию. Вот конкретно на моем участке, где я работаю, 7 станков и 1 человек в смену. То есть, фактически мы можем, ну, 1 человек работает и обслуживает. Ну, 7 станков никогда не работает, но до 5 станков может работать. Во-первых, это нарушение не только режима рабочего времени, но и элементарной техники безопасности. И когда у нас, например, 1 человек выходит в отпуск, нам присылают график, что вроде как мы круглосуточно работаем, нам присылают график, что мне вот 1 раз прислали 208 часов, что ли, в месяц. Я пишу письмо, прошу скорректировать график в соответствии с трудовым кодексом. Статьи, к сожалению, не вспомню сейчас, 90, 90 статьи, где-то в этом. Согласия на переработку не даю, прошу скорректировать график в соответствии с трудовым кодексом, в соответствии со статьями такими и такими. А меня вызывает начальник в кабинет, говорит, то есть ты как, ты хочешь работать, ну, удивленно, ты хочешь работать, как положено, 168 часов, или там 160, сколько там по сменам получается. Я говорю, а что, мне умирать, что ли, здесь на работе? Ну, это что? Я говорю, я не понимаю. Он в недоумении, он не понимает, как это я отказываюсь от дополнительных каких-то смен. Ну, ладно. Ну, у него выбора нет, он просто, ну, действительно, корректирует график. Это с предыдущим начальником такая ситуация была. Пришел новый начальник участка, то же самое, тоже там за 200 часов переваливает. И смены там идут более, соответственно, время на отдых меньше между сменами. Я нашел прям то письмо, которое я предыдущему начальнику отправлял, отправил новому. Ну, там вопросов не возникло, но как бы он так, спокойно. А что делать? Я говорю, что делать? Во-первых, нужно привести количество сотрудников на участке в соответствии штатному расписанию, чтобы у нас не случалось вот таких ситуаций. Ну, ты же понимаешь, что это невозможно? Нет. Почему? Почему невозможно? Есть штатное расписание, приведите штат в соответствии. Я как-то вот не думаю, ты же понимаешь, что это невозможно. Нет, я говорю, я не понимаю, почему это невозможно. То есть, вот элементарный диалог, элементарно прочитать трудовой кодекс и вот эти статьи, а просто действовать в соответствии с этим. И принудить к переработкам никто не может в соответствии с трудовым кодексом. Ну, есть вот такие тоже из ряда вон выходящие случаи. То есть, это уже не не мое предприятие, а общаясь с товарищами, разговаривал, готовить к докладу, как вообще люди работают. Есть такое предприятие у нас на юге, в котором по приказу генерального директора люди уже почти целый год работают все субботы. пятидневной рабочей недели выпускается приказ для того, чтобы обеспечить выполнение производственной программы. суббота там объявляется рабочим днем. Почему? И это длится уже почти целый год. С января месяца. В соответствии с трудовым кодексом количество часов переработки в год не может превышать 120. при условии, что количество часов переработки не может превышать четырех в течение двух дней. То есть это явное нарушение трудового кодекса. Товарищи, которые заметили данную несправедливость, просто написали коллективное письмо, что мы отказываемся работать в данном режиме и не работают и как бы и никаких претензий к ним нет. Это элементарное просто люди не хотят просто элементарно нарушать закон. То есть они становятся соучастниками по сути преступления, соглашаясь на эти переработки, соглашаясь с этими нарушениями, которые навязывает работодатель. Это тоже нужно понимать, что фактически это нарушение закона. Если ты соглашаешься с нарушением закона, значит ты соучастник преступления. Также такой момент, что мы не успеваем выполнять программу производственную, которую поставили. Надо программу делать такую, которую реально достичь в ситуации, в соответствии с производственными мощностями, создавать планирование. людей набрать можно. Ну да, то есть это вопрос, я уверен, что в данной ситуации также штат неполный, скорее всего. То есть просто не хватает сотрудников, чтобы выполнять данную производственную программу. Причем как бы обещают вроде какие-то надбавки, обещают, что это будет двойная оплата в субботу и при этом, насколько я знаю, еще ни разу этой оплаты двойной не было. Не было каких-то надбавок, не было ни премий дополнительных, ни компенсаций, ничего. То есть тоже такая изряда вон выходящая ситуация. Опять же вот товарищ выступал по поводу режима работы в условиях, когда температура в цехах очень высокая. Ну да, то есть превышает какие-то нормы санпина. Это тоже нужно бороться за... Это тоже вопрос режима рабочего времени. Работнику невыгодно сгорать просто элементарно на своем предприятии. Какие бы деньги там не предлагались, но это здоровье, это жизнь. Это жизнь, во-первых, в плане физического здоровья, во-вторых, это время, у меня элементарно когда ты время проводишь на работе, ну это не жизнь. Жить ради работы, что-то это как-то вот... У меня это в голове не укладывается. Мне хочется с семьей проводить время, например, как-то развиваться, как-то отдыхать элементарно. Сейчас у меня в принципе тоже режим такой работы по 12 часов смены, два через два, 12 дневные, два дня дневные смены, два дня выходные, два дня ночные и это не значит, что это вот это рабочее время, когда я трачу его на работу и не могу заниматься своими какими-то делами. Ну, своими смысле там, семьей на какое-то развитие потратить. Я возвращаюсь со ночной смены, со второй ночной смены, это меня еще сутки нету просто. то есть я просто набираю сил. Это не свободное время. Также по поводу режима рабочего времени. Мало того, что есть переработки, там сверхурочные какие-то работы. Есть разные графики. на многих предприятиях по-разному это все действует. У кого-то два через два там только дневные, у кого-то два через два дневные ночные смены, у кого-то три смены действуют. И в этих разных ситуациях ну там по-разному влияет так скажем и на здоровье и на время отдыха такие такие режимы. И вот при ночных сменах первым нужно стремиться к тому, чтобы сокращать рабочее время в ночные смены. То есть работа ночью это один из самых таких вредных факторов. Не то слово. Да. Не то слово вредных. Да, ну это очень это очень тяжело. Особенно когда смены вот там две ночные отработал и выходишь в дневную смену. Это тоже тяжело, потому что ты ночные отработал, там у тебя день оцепной, потом ты ночью не спишь, потому что ты спал весь день до этого. И снова выходишь уже в дневную смену. Она тебе ночью кажется это дневная смена. Тоже очень тяжело. Нужно бороться за увеличение выходных выходного времени время на отдых между посленочных смен. То есть вот это количество отдыха увеличивать. Увеличивать, сокращать время ночных смен. бороться бороться за небольшие перерывы в том числе для кратковременного кого-то сна в ночную смену. Когда графики работы там смены по 12 часов тоже чтобы было несколько чтобы был обед и там по полчаса или по часу еще дополнительно два перерыва. ну в общем основной посыл в том что никакая финансовая дополнительная стимуляция не может преобладать так скажем в принятии решений выходить сверхурочно это во-первых во-вторых ну товарищи сто лет прошло да опять же сто лет прошло как рабочее время было сокращено с 12 часов до 8 а производительные силы выросли в разы ну можно сокращать рабочее время как бы пора бы уже вот ну а в принципе как этого достигать как бороться за выгодные режимы рабочего времени для работников по-моему достаточно ярко прозвучало уже вот в предыдущем вопросе то есть это вопрос зачем первый вопрос как спасибо вопрос вот у меня вопрос к докладу такого характера значит ну понятно в общем в основном и в целом за что нужно бороться да а вот у вас на предприятии к примеру для того чтобы сократить количество допустим ночных этих смен или улучшить вот как вы сказали продолжительность выходного времени между ночными сменами то есть сама борьба вот именно этап этой борьбы то есть она на каком этапе то есть вы только сейчас находитесь в сознании того что эту борьбу нужно вести или уже эта борьба как-то ведется нет к сожалению у нас на предприятии как я уже в начале своего доклада озвучил ведется борьба за режим невыгодный для работника то есть процесс осознания конкретно у меня как бы он уже достаточно давно и я это всячески показываю опять же вот тот же пример когда мне написали там 200 200 с лишним часов в месяц от работы я от них отказался мне график привели как бы в нормальное состояние нет но это я понимаю но это вопрос как бы единоличный а я имею ввиду коллективную то есть понятно что в такой ситуации которая у вас она не только с вами а у многих ранее вот освобождаются смены которые были мне от которых я отказался ну человек реально просто он в отпуск уходит там уезжает куда-то он не будет работать соответственно выпадают смены которые ну не закрыты и у нас смены класс я там 4-5 ночных подряд отработаю и я получу там 15 тысяч больше ну я объясняю что ну а зачем ты ради чего да как я молодой силы много чего надо работать пока вот есть силы насколько инвалид да вот как товарищ заварин из Тюмени рассказывал что у них тоже водители автобусов автобусов работают там по 250 часов в месяц берут да у них там зарплата под 100 тысяч но как товарищ заварин говорит ну это люди у которых второе сердце в холодильнике или сразу не знаю но это это какой-то самообман что вот я молодой там есть силы пока чуть-чуть не работать заработаю себя что ты заработаешь деморой ты себе заработаешь инфаркт инфаркт инсульт вопросик да у меня не вопрос а в дополнение выступ на примере Балтийского Голова Шантон работаю на Балтийском заводе электромонтажником ну вот это дополнение к выступлению как отношение работников к дополнительному дополнительным сверхурочному часам воспринимают это все как благо для них потому что ну дополнительные деньги зарабатывают призывы сокращать рабочий день ну чтобы была возможность учиться повышать квалификацию ну вот воспринимаются негативно ну типа время деньги а учиться это глупо по их мнению только примерно около 10-15 процентов сотрудников считают что учиться это ну это правильный путь для зарабатывания денег ну как бы повышаешь квалификацию выше заработка так самое интересное надбавок за сверхурочные нет никаких абсолютно ну то есть ставка та же самая остается и как бы по законодательству она должна быть примерно в два раза выше ну там в зависимости от количества переработанных часов ну надбавок нет потом объясню почему ну вот есть даже фирмы подрядчики которые заставляют своих сотрудников выходить сверхурочно если сверхурочно работник у них не выходит они его штрафуют в этот день он теряет еще тысячу рублей которые заработал то есть я так понимаю что когда человек вот вышел да сверхурочные они же это отмечают у себя в табеле ну и соответственно ну в бухгалтерии то начисляются наверняка эти деньги а ну вот руководящие органы они эти деньги потом делят между собой ну вот уже несколько скандалов было на Балтийском заводе вот именно по этому поводу то что были люди которые там родственники мастеров у которых премиальные были начислены даже если он не работал сверхурочные ну и вот те фирмы которые подрядчики заставляют своих работников работать они наверняка эти деньги все равно получают вот такая вот ситуация все дель павел верующий слесаремонтник самарской гресс чей режим рабочего времени это очень важно на самом деле вопрос для рабочих поскольку но товарищ докладчик говорил что это связано напрямую и со здоровьем и жизнью рабочего класса тут нужно понимать что в принципе вопрос коренной мы с товарищем вчера сидели общались разговаривали что мол сейчас работяги то они не сильно 8 часов работают им хватает не сильно то они убиваются на работе но если мы на самом деле разложим все это ведь не просто так что большевики ставили 8 часов рабочий день как основной лозунг для того чтобы людям дать свободу свободу для чего во первых для того чтобы заниматься той же профсоюзной деятельностью для того чтобы заниматься борьбой производства так вот режим работы для работников тут нужно как смотреть сейчас власти имущие они пытаются как-то вопрос вот он так плавает в воздухе что да вот мы на некоторых выборах там по-моему если не ошибаюсь президенты представители различных буржуазных партий предлагали вернуть 12-часовой рабочий день закрепить 14-ти рабочий часовой день закрепить ребята и что получается это мы с вами жить на производстве должны что ли не видеть семью не видеть родных себя не видеть как людей а какое вообще временное борьбу будет никакого то есть понятно что делается не просто так это ведь не только перспектива получить нас побольше это еще перспектива нас задавить зачатки с этим нужно бороться а бороться как нужно бороться начинать нужно с себя то есть я вот например в своем производстве Для себя лично решил Я пытался сначала у товарищей своих Давайте вместе вечерить не будем Как-то они не соглашались У одного кредиты нам не нужны деньги Срочно надо прям кровь из носа Деньги, деньги Ну ладно, я с тобой попробую Я не стал ничего никому говорить И просто стал показательно отказываться От переработок в принципе Приходят начальницы Ребята, вот у нас сейчас будет В субботу выход на работу На другую котельню поедем Вот надо очень там сделать Там какая-то такая ситуация непростая Ну в общем Давайте сейчас будем выходить Я говорю, я не буду Она продолжает говорить, не слышит меня даже Потом так вроде Что ты сказал? Я говорю, я не выхожу Почему? Тоже как удивленно Почему? Мало ли почему, у меня там дела Семью я хочу побыть Ну так подумал, подумал Что-то кислую морду сделала Ну думаю, ну ладно Вроде проглотила Санкций никаких не было Второй раз так же сделал Например, был такой интересный момент У нас была остановка станции одной То есть, что такое остановка? Эту станцию полностью сажают на ноль То есть, останавливаются все котлы Тушатся, значит, турбины останавливаются И проводится ремонт, который не проводится Например, целый год Ну то есть, там Постоянная, например, работа турбины Допустим, круглогодичная Которая не останавливается Или там котлов каких-то Но при этом Оно это как-то не нормируется То есть, приказа как такового не выходит Аварийной ситуации никакой нет Потому что, там, есть у меня в уставе И в документациях Везде написано, что нас могут На работу позвать В случае аварийной ситуации Я говорю, покажите мне документы Никакого документа нету Ну то есть, как бы Я тогда имею право отказаться И не выйти Так и делаю Остальные потом Товарищи там, рабочие приезжали То есть, как бы Их там, типа Вот ты поедешь Они даже не спрашивают Заходит начальник прям так Ты едешь Ты едешь Ты едешь Ты на меня Я говорю, нет С тобой понятно Все, короче Ну то есть, вот до такого уже доходит То есть И Ребята потом приезжают Уже в понедельник с ними встречать Я отдохнувший Бодрый такой Прихожу Сажусь чай, завариваюсь Они все уставшие Они все вымотанные Еще потом Не начинают жаловаться Мы еще и там вечерили В субботу То есть Вы представляете Он выходит в субботу Еще и на вечерку Остается там То есть Это вообще Это Я говорю А я не выходил В смысле не выходил Я говорю Я не выходил А как так не выходил Так удивляются еще Я говорю Я отказался А нам сказали Вот прям Все нужно Я говорю И ты мог отказаться И порой рабочие Даже не понимают Они даже Вот этих вот моментов Не знают И прав своих Не знают Что они Они могут отказаться То что Если это принуждение Это уголовная ответственность Уголовная административная То есть То есть Вот Если у вас Не получается Агитировать рабочих На то Чтобы они Не перерабатывали По каким-то Разным причинам Начните себя Покажите себя Сейчас у меня работники Вот я Раз отказался Два отказался Три Я постоянно отказываюсь Под разными предлогами Но делаю так Что как бы Там Порой Чтоб не ругаться С начальством Чтоб лишний раз Меня зуб не точили Я там Прямо говорю То что Вот там В субботу Выходи Паш Там вот Там поработаешь Денег заработаешь Я говорю Знаете Не буду называть Фамилию начальника Я в субботу Вот Другую работу нашел Получаю там Больше чем вы Вы можете мне больше Заплатить Тогда я может быть К вам пойду Они сразу Кислый морд Такую делают Понимаешь У них Видимо Денег сейчас В карманах Нет Ну Это не самые Высокие начальники Понятно Что Может Не столько денег Но суть в том Что А рабочим Я подумаю Они уже уходят Я говорю Ребята Я как бы Я просто Дыхать буду на выходных А что вам мешает Так сделать Я смотрю Рабочие В общем Начали уже потихонечку Тоже Одного Он такой Нет У меня тоже дела Там Я не буду выходить Второй Третий То есть Не всегда получается Да Там И опять же Вопрос кредитов Вопрос ипотек У разных рабочих Но тем не менее Это вот создаёт Атмосферу того Что на этом уже Можно дальше Сколачивать Процесс отказа В принципе От переработок То есть О чём речь Начните с себя Для начала Покажите своим Личным примером Что вы готовы Бороться Вот за это Пускай Маленькая Такая Но очень важная Вещь Потому что Нам Рабочим Нужно вырабатывать Для нас Выгодно Наше Время рабочее Спасибо Работодатель Но и Товарищи Значит Да А вот Убедить Действительно И сказать Что Здесь смысл-то Какой Вот В этом рассказе Ну Ты молодец Значит Ты Для себя Решил Да Остальные Пошли И Работали А вот Если бы И В принципе То что Хотел Работодатель Он Получил Он Призвал К работе В это Время Значит Твоих Товарищей Лучше Выглядел Это Как Что Ты бы Им Объяснил Они Поняли И Люди Пресекли Эту Работу И Вот Тогда Оборот Дело Другое Он Скажет Блин А Как Мне Тогда Если Ему Нужна Эта Работа Если Эту Работу Нужно Проводить Соответственно И Подход Был Со Стороны Работодателя Совершенно Другой К вам И Все Это Дело Обстояло Совершенно Отвече Начали Здесь Все Очевидно Мне кажется На мой взгляд Я понимаю Что Понятно Конечно Что Нужно Что Один Я Мало Чего Добьюсь В коллективе Что Понятно Что Рабочих Нужно Агентировать Но Еще Раз Что Начал Я С С Я При Этому Объясняю Что Ребята Вы Понимаете Я Вышел Я Точнее Я Не Вышел Все То есть В чем Проблема Вам Не Выйти У вас Нету Приказов Вас Не Заставляют Вам Вы Откажитесь И Они Начали В этом Направлении Думать Вот Какой Момент Процесс Небыстрый То есть Вы Не Думайте Что Один Раз Я Не Вышел И Сказал Ребят Все Теперь Давайте Точно Не Выходим Они Будут Выходить Но Они Начали Задумываться И Уже Каких То Возможно Для Них Не Сильно Важных Момент Когда Вызывают Куда Там Они Уже Не Выходят Дальше Больше Будем Бороться Стараться Спасибо Есть Немножко Что Дополнить Поступлению Алексея Про то Что Нет Доплат За Переработки Здесь Немножко Срабатывает Самоуважение Рабочих В коллективе И Оно Очень Здорово Зависит От того Как Ну То Что Зависит В принципе В коллективе Работает По Примеру Своей Предыдущей Работы Я Знаю Что Я Когда Туда Устроился Практически Железно Никто Не Перерабатывал Вообще Я Вообще Не Видел Что Доставался После Окончания Рабочего Время Единицы Со Всего Предприятия Ходили По Выходным Причем Им Там Платили Все Было Очень Хорошо Вот А Я Периодически Спрашивал Ребят Чего Как То есть Как Как К этому Пришли А пришли Именно Таким Образом Что Когда Администрация Стала Применять Вот Такие Методы Что Заставило Людей Выходить Сверхурочно За это Не Заплатили То есть Заплатили Как За Обычную Работу Никаких Сверхурочных Заплачено Не Было И После Этого Нашлись Люди Которые Сказали Вот Вы Не Платите Мы Не Работаем И Вопрос Быстро Очень Быстро Было Решен То есть Нет Оплаты Нет Работы Люди Просто Не Выходили Предъявите Ничего Никто Никто И Мог Потому Что Нет Никаких Никаких Соблачивать Никто Собирался Нет И Согласий На Выход Сверхурочно Ну Вот И Пришли К тому Что Да Там Одного Пригласили В выходной День Он Вышел Причем Он Вышел По Договоренности Назвали Сумму Сколько Заплатят Но Не Заплатили Во Во Вторых После Этого Естественно Он Сказал Я Можешь Никогда Не Вы Это Уже Был Такой Анекдот Это Вроде Как Предприятие Муниципальное Предприятие А Подход Был Был Такой Вот Ты Сначала Платишь То есть Сначала Отдаешь Мне Деньги Наличка А Потом Я Выхожу Такое положение Обманул Вообще Я Должен Верить А Сейчас Я Выйду Ты Меня Еще Раз Обманешь Я Моем Непосредственном Участии Очень Такое Меня Очень Сильно Задевает Когда Администрация Капиталистических Наших Буржуазных Предприятий Объявляет Выход На Субботники Они По Старой Памяти Приглашают Всех Уйти Бесплатно Поработать В Интересах Буржуи Вот И Это Было Тоже То Не Обсуждается На Субботник Выходят Все Распоряжение На Планерке Звучит Что Вот Как Там Такого То Числа Вот Такое То Время Выходим На Субботник Вуховной День Суббота Я Говорю Я Не Выйду Начальник Церкви Очень Удивленные Глаза Делать Чему Ты Не Уйдешь Мое Дело Мое Звободное Время Я вообще Уезжаю В Другой Гор Он Значит Не Нашел Чего Ответить После Того Как Все Посмотрели Что Он Этот Момент Проглотил Потому Что Сначала Никто Никого Не Спрашивали Кто Там Может Кто Не Может Кто Вы После Этого Я Пошел Еще Там Кто Не Участвовал В Планерке Я Пошел Всем Рассказал Смотрите Я Отказался Кто Там Вы Хотите На Субботник Ити Не Хотите После Того Как Я Все Проделал Там Короче 30 Процент Предприятия На Субботник Это Не Вышел Ну То Отказаться Никаких Санкций После Этого Небор Следую Что У нас Створилось По Поводу Переработок Есть Такой Хитрый Момент Как Расширение Рабочего Пространства Обязан Выполнять Одну Работу В процессе Рабочего Дня Подходит Мастер И Дает Вам Задание Сделать Что Не Относящиеся К Ваши Непосредственные Обязанности И Это Получается Что И Размер Эксплуатации Увеличивается Да И Работа Может быть При этом Довольно Таки Тяжелая Мы Очень Долго Мы Очень Долго Противодействовали Этому Иногда В одиночку Иногда Коллективно Причем Противодействие Это Сладилось Каким Образом Не Могли Мы Парганика И Ничего Прописать Коллективном Договоре У Нас Маленькая Была Организация Метод Борьбы Довольно Таки Смешной Устраивались Скандалы Подходит Мастер Говорит Надо Пойти Вот Там Снег Убрать Ну Отвечать Я Не Пойду Почему А то Что Вы Не Платите Ну Как Я Тебе Распоряжение Дарю Ну Давай Письменное Распоряжение Давай Я Потом Пойду Посмотрю Наряд Закрыл Уборку Снега Или Нет Там То Что Там Пути Почистил Там Лед Поколол Ну Естественно Естественно Никаких Письменных Распоряжений Нет Дошло Это До Того Что Уже Бригада Коллективно Стала Противостоять То есть Мастер Подходит С какими-то Значит Распоряжениями Уже Народ Собирается Начинает Ругаться Причем Именно Ругаться Именно Фактически Там Доходило Дома Вот Это Очень Интересно Когда Рабочие Теряют Страх Перед Администрацией Они Готовы Мутюкать А вне Готовы Послать И Готовы Противостоять Даже Путем Физической Силы То есть Вот Это Очень Здорово Опускает Как бы Престиж Администрации Когда Ее Не Слушают Распоряжение Безусловно Не Выполняют Чему Мы Смогли Прийти К тому Что Администрации Если Нужно Что-то Сделать Ей Приходится С нами Торговаться А Торговаться Как Ну Вот Давайте Вы Пойдете Там Разгрузите Там Перенесете Огнетушители А уйдете Там На Два Часа Раньше Сработать Деньги Не Дали Но Мне Дали Свободное Время Я Работу Вы Ушел На Два Часа Сработать Пораньше Есть Компенсация Причем Что Довольно Таки Для Нас Было Важно Добились Мы Путем Таких Такого Поведения Довольно Таки Легко Добились Того Что Нам Сократили Рабочее Время Перевод Жары Именно Причем В нашем Депо Потому Что В Других Такого Не Было Нам Сократили Рабочее Время И Фактически Официально Мы На Час Полтора На Два Уходили Раньше В Зависимости От Зары И Получается Что Что Коллективные Действия Они Смотрите Если Есть Сплочин Действительно Такой Вот Бодрый Коллектив Они Даже Не Было Еще Пока Разговор О Том Что Мы Будем Бастовать Потому Что На Запасовку На Официальную Запасовку Вывести Коллектив Одного Депо Если Депо 6 Я Просто Не Могу Собрать Больше Половины Когда Вот Идет Вот Такое Сплоченное Противодействие Администрации То Да Вот Этот Момент С Уходом Пораньше Он Был Доволь Так Ультимативно Ультимативной Форме Предоставлен Что Действительно Там Начальнику Церкви На стол Положили Вот Эти Вот Санитарные Нормы Работы В жаре И Прям На Пятиминутках То есть Рабочие Поднимали Вопросы Когда Мы Сегодня Уходим Когда Вы Сделаете Этот Приказ А Почему А мы Что А мы Дохнуть Должны Вы За Кого Нас Держите И Буквально Прям Довольно Быстро В течение Одного Двуха Дней Решено Решен Вопросы Мы Фактически Все Жару Уходили Раньше Вот И Хотел Дать Немножко Ответ То есть В чем Проблема Противодействия Сопротивления Самих Рабочих Сопротивления Вот Этой Вот Идеи Сокращения Рабочего Время Мы Все Знаем Что На данный Момент Зарплата Наших Рабочих Почти Поголовно Заветчайшим Исключением Она Не доходит До стоимости Рабочей силы Она Настолько Сильно Не доходит Что У Рабочего У которого Есть Семья У которого Есть Дети Ему Необходимо Чтобы Создать Создать Какие-то Более-менее Сносные Условия Для Своей Семьи Необходимо Приносить Больше Денег А Способа Приносить Больше Денег Кроме Того Что Больше Работать Он Как Одиночка Решить Не Может И Вот Я Каким Образом Стал Вот Это Продвигать Я Не Разъединял Вот Эти Два Требования Повышения Зарплаты И Снижения Рабочего Времени Я Просто Когда Разговаривал С Ребятами Приглашаю Профсоюз Я Разговаривал Мы Собираемся Бороться За повышение Зарплаты И Снижение Рабочей Нагрузки Снижение Рабочего Времени Когда Он Слышит Повышение Зарплаты Он Совершенно Спокойно Воспринимает Снижение Рабочего Времени Снижение Нагрузки Если Ему Просто Сказать Что Давайте Бороться За Снижение Нагрузки Скаж Ты че Дурак Мне Работать Надо Мне Деньги Больше День А Тут Я До Шести Часов То До Восьми Часов У тебя Будет Переработка И Восемь Часов Поработаешь Но Два Последних Будет У тебя По Полуторной По Двойной Ставке Это Ещё Больше Радует В Этот Момент Но Тут Уже Понятно Что Вот Этот Фокус Не Надо Разъединять Потому Что Люди Не Могут Они Для Них Важно Воспроизводство Важно Обеспечить Своих Детей Если Он Может Путём Переработки Повысить Свою Зарплату Хотя Бы Чуть Чуть Он Равно Это Будет Делать Он Все Равно Это Будет Делать Принося Свою Жизнь В Жертву Своим Детям Поэтому Решить Этот Вопрос Можно Только Повысив Зарплату Чем Больше Мы Повысим И Вот Что Я Заметил Что Да Рабочие Которые По Вышему Работают Не Совсем За Низкие Деньги Они В Определенный Момент Начинают Останавливаться То У них У них Уже Нет Бесконечного Бесконечной Жадности В деньгах Я Сейчас На новом Предприятии Увидел Что Ребята Во первых Не вечерят По пятницам То есть Они Совершенно Спокой Пятница Никто Не остается На сверхурочном Просто Вот По Собственному Желанию Выходные Они Да Они Могут Выходить В выходные Они Могут Не Выходить В выходные Но Я Разговаривая С ребятами Выяснил Что Оказывается Они Заметили Такой Фокус Не важно То есть Если ты Сверхурочном 30 часов Набрал Все Что Ты Набираешь Больше Зарплата От Этого Не Растет Я Не знаю Как они Долго Это Вычисляли Но Сейчас Они Такие Я 30 часов Набрал Мне Больше Не Надо Я Больше Не Буду Выходить Мне Достаточно То есть Он Понимает Что Если Он Будет Больше Работать Это Уже Ему Просто Ущерб То есть Вот Тут Они Оставаются И На этом Должен Видно Что Люди Уже Они Начинают Думать Они У них Есть Какие-то Свои Соображения В этом Клане И Если Говоришь Что Да Если Мы Будем Бороться За Повышение Зарплаты И Снижать Рабочее Время Снижать Нагрузку Рабочую Да Они На Это Готовы Идти Здесь У них Зарплату Но Это Снимаем Второй Вопрос Есть Выступление Еще Кто Хочет Пожалуйста Феден Андрей Анатольевич Город Королев Оператор Станов ЧПО Я бы Хотел Добавить Тот Момент Вот Первый Накладчик Товарищ Щопов Говорил Что Сокращение Рабочего Дня Это Легкая Перспектива Да Я согласен Если В рамках Создать Боевой Профсоюз Вот Эти Все Добиться Коллективного Договора Хорошего Там Принятия И так Далее А В рамках Просто Борьбы Некоторые Люди Вот Ну Конечно Это Может быть Отрицательный Такой Пример Я знаю Одного Человека Он Приходит Там Проспит Болер Не Полдня А Потом Сверхурочно Еще Поработает И получает Больше Других Понимаете Но Это На режимном Предприятии Он Профессионал Хороший То ли Об этом Никто Не знает То ли Это Ну Он Вот Так Делает Живет Как Хочет На Некоторых Профессиях Люди Могут Тоже Все равно Один Люди Пораньше Уходят Другие Попозже Уходят Я думаю Лучше Пораньше Уйти С работы Правильно Так Как Собраться Или Вовремя Ровно Там Все Индивидуально На каждой работе Просто К сожалению Но раз Люди Сами Стараются Побольше Поработать Побольше Получить Но к сожалению Вот такого Не получится Побольше Получить Вы себя Поставьте На место Работодателя Или Работодизателя Вы Как бы Подумайте Вот Вы Платите Зарплату Вы стремитесь К тому Что Ее Все время Оптимизировать Чтобы Она была Ну Вот там От Прибыли Такой-то Процент И Все время Старайтесь Его как-то Понизить Где-то Что-то Вплоть до Штрафов Там Еще Чего-то Там Не знаю Подирайтесь А тут Вдруг А потом За что Меньше всего Платят Платят Меньше всего За дочь Его много Но если Люди Дают Много Работы Зачем За нее Платить Вообще Если Люди Которые Сами Остаются Ну Просто Есть Такие Я знаю Они С удовольствием Переработать Хотят Чтобы Побольше Получить Но К сожалению Они Убивают Только Свое Здоровье Потом Зарплата Больше Никогда Не будет Если Бо Они Посчитали Я Иногда Рекомендую Нормальную По 8 часов Сколько Они Получают И Сколько Они Перерабатывают А им Обещают Вот Мы Вам Доплатим Там Ну Там Тысячу Две Я не знаю Сколько Доплачивают Нужно Посчитать Все Часы И Окажется Что Он Вообще Меньше То Получается Сами Работники Допингуют Свою Собственную Зарплату Понимаете И Не Просто Допингуют Они Превращаются В Штрейтбрейкеров Они Мешают Другим Рабочим Работать В Нормально Спокойном Режиме Вот Мы Сейчас С человеком Разговаривали Он Говорит У них Все Им Сказали В Ночную Работать И Люди Спокойно Начали Работать Ну Как Это Ночная Это Вообще Убийство Эрганизма Категорически Нельзя В нее Работать И Я Не знаю Если Есть Где Такие Предприятия То Там Это Должно Быть Людей Должно Я Считаю В Эту Смену Работать Ну Чтобы Крайне Редко Они Работали И Заменяли Себя Как Можно Режнее Потому Что Это Убийственная Вообще Ночь Разбитая Когда Разбивается График У Человек Во-первых И Он Придет Даже Домой Ему Будет Не До Семьи Не До Спорта Не До Образования Не До Приводит Люди Устают Организм Изматывается Это Вам Кажется Некоторые Говорят Я Молодой Почему Не Поработать Ну Ты Молодой Сегодня Молодой Завтра Не Молодой Некоторые Говорят У нас Хорошая Зарплата Нам Ничего Не Надо Ну Как Починить Зубы Или Болячка Какая В Хирургию Куда Нужно Обратиться Насчитывают 600 Тысяч И Тут Начинают Поносить Всех Врачей Правительства А при чем Здесь Они Они Насчитывают Себе Реальное Содержание Зарплаты Они Берут Нормальные Деньги Чтобы Могли Нормально Жить Оказывается Просто Ты Не Берешь Зарплату Которую Тебе Хватает Она Ну Более Менее Ну Да По Московской Области Там Всегда Можно Найти Меньше Что Это Зарплаты Всегда Можно Нищенскую Зарплату Найти Он На нее Ориентироваться И бояться Туда Попасть Ну Это Не Значит Что Не Надо Думать О Большем Чем Более Высоком Куда Надо Стремиться Цель Должна Быть Какая То Ну Не Такая Же Цель Устоять На Одном Месте Если Цель Устоять На Одном Месте Вы На Нем Не Устоите На Месте Всегда Кто Тут Еще Придет Какой Штыри Брейкер И Сместит Это Самая Негативная Такая Форма Мышления Вот Также Хочу Сказать Вот По Поводу Здоровья В эти Сверхурочные И так Далее Здоровья Вообще Вы Не Купите И Не Купите Вы Времени Вообще Времени У нас Очень Мало И Мы Работаем Не Для Того Чтобы Прожить На Работе В свое Время А наоборот Чтобы Жить Вне Работы А Работы Всего Навсего Средства Существования Вот Чтобы Мы Могли Средства Взять Там И Все Больше Ничего Это Когда Будет Коммунизм Мы Будем По Два Часа Работать И Тогда Может На Работе Нам Будет Интересно Туда Прийти Что-то Сделать Все Будут Как У Всех Будет Высшее Образование У всех Будет Интересно Там Что-то Доделать Переделать И Сделать Все Лучше 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 Так Как Пределов Нет Никаких В развитии Вот По Здоровью Хочу Сказать Так же Вот РБК Передача Хорошая Была Мы Сейчас Тоже Говорили Об Этому Она Такая Неполитическая Никакая Там РБК И Какое Здоровье Институт Который Занимается Продолжительностью Жизни Сказали Чего Говорить Они Сказали То Что Есть Оказывается Ну Потому Что Самые Простые Вещи В Медицине О них По Другому Никак Не Скажешь Что Продляет Жизнь И Что Влияет На Здоровье Человека Они Говорят К сожалению На данный Момент Мы Можем Сказать Только Одно Что Самое Негативное Влияние На Жизнь Продолжительность Жизни На Здоровье Человека Играет Это Вот Режим Алкоголь И Там Курение Вот Это Вот Все То То Есть А Режим Ну Очень Здорово Влияет Если У вас Разбит Режим И Особенно Ночной Ну В него Спать Нельзя Просто Не Рассчитан Ваш Организм Представляете Если Он Не Рассчитан А Вы В этот Период Когда Надо Спать Проработали А Что Вы Будете Делать Днем Дома Днем Вы Не Поспите Хотите Вы Не Хотите Вы Измучены Вы Провалитесь На Два Часа Но Эти Два Часа Ваша Не Восстановит Трясучку Вот Эту Вот Которая Ну У 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 Долго Задержаться Потом Эти Домой Там Долго Что-то Как-то И Прям Ну Гудят Руки Гудят Ноги Как-то Я чувствую Больше Не Никаких Этих Вот Праздников Таких Задерживаний Ни в Каких Гостях Я Просто Даже В Гостях Не Хочу Завязал С Этим Вот Ну На Работе Там У У Нас Как-то Вроде Более Менее По По-крайне Мере К Рабочим Прислушиваться Ну Они Такие Забухают Много Когда Сверхурочные Говорят Там Ну Лично Мне Мы Вот Ну Иногда Там Лёляк Все Пропало Гособорон Заказ И Надо Срочно Что-то Ну Я Вхожу В положение Как Говорят Ну Они Говорят Заплатим Там За Сверхурочные Я говорю Мне не надо Ничего Платить Мне Нужен Я могу Только За Выходной Зачем Мне Это Как То Что Вы Мне Заплатите Мои Проблемы Не Решат Никогда И Сколько Бо Я Не Работал Сверхурочным Проблемы Любого Человека Никогда Не Решатся Потому Вот Эти Вот К Сожалению Особенно Ну Я Вот Там Те Люди Которые Самостоятельно Добровольно Просто Несутся Поработать Побольше Вы Депингуете Свою Собственную Зарплату Вы Боретесь С другими Рабочими Вы Делаете Плохо Вообще Ухудшаете Условия Труда И так далее И Жизни Так как Зарплата Стремится Все равно К своему Минимуму Она К минимуму Стремится Вот Я Например Даже Лет Десять Назад Еще На той Работе Буквально Один кронштейн В день Делал Какой-то И то Руками Как Слесарь Был Я Один Станок Универсальный У нас Был На нем Был Фрезеровщик Он Что-то Там Я Мог Наработать Или Или Мне Чертеж Давали Я Целиком И полностью С жестью Все Там Делал Моя Зарплата Была Больше Чем Сейчас Сейчас У нас И Несколько Станков ЧПУ И Универсалов И Слесарка Отдельно И все У нас Идет Вал Просто Вал Идет У нас Куча Заготовок И Сделал Уже Больше Сборка Лишних Людей Ну Не Лишних Больше Людей Набрали По Фреду Лишних Людей Не Бывает Хотя К сожалению Между прочим Шутки Шутками А Буржуазия Как Считает Очень Много Людей Лишних Например Там Пенсионеры Или Еще Кто-то Там Все Льготники Вот Так Что К сожалению Я Опять По Фреду Обращаясь Ко всем Рабочим Что Подумайте Пожалуйста Над этими Словами Что Ваши Сверхурочные В принципе Вас же Убивают И К сожалению Не только Ваш А Всем Вокруг Другим Рабочим И сознательным Рабочим И несознательным Они Вы Портите Жизнь Просто Спасибо Соловьев Василий Феликсович Город Ленинград Кировский Завод Организация Петербургский Тракторный Завод Ну что Вот Только Сейчас Наслушался То что Говорят О ночных Сменах И опять Хочу Сказать Вот Действительно У всех Ипотеки Кредиты И прочие Другие Ну вот И Что Я выступаю Сейчас Против Этих Этих Ночных Смен Просто Ну что Сказать Людям Не хочется Как-то Это все Терять Потому что Ночными Оплачивают Сверхуроченными Штука На дорогу Часов Отдайте Это В три Утро Встань Три Ночи Встань Три Ночи Встань Приедь На ферму Чтобы Все Таки Вот Это Все Сделать Ну Я говорю А как бы Доярками Сделать Суточный График Хотя бы Тоже Комнатки Отдыха Чтобы Были Свои Чтобы Оставалось Время На себя И На семью И Вот Пока Вот Этой Борьбой Ничего Мы Не Потребуем Мести Я Вот Говорил Кузнецам А от Меня Только Куксятся И Отмахиваются А Ерунда Это Все Вот Ну Только Единственное Тут Одно Есть Разделяют Отпуск По Две Недели Четыре Недели Хотя 125 Статья ТК РФ Гласит Что Не Имеют Права Разделять Отпуска Тем Кто Работает На Вредных Условиях Труда Вот И То Что Я Когда Выбил В этом Году Для себя Этот Отпуск Четыре Недели С Какими Усилиями Так Меня Даже Многие Даже За Это Уважать Начали Кудрился Владимир Михайлович Представитель Российского Клиния Рабочих По Нижегородской Области Значит Вопрос Длительности Рабочего Времени Очень Серьезный Вопрос Мы Рассматривали Его Здесь С самых Разных Позиций Значит Вот Денис Борисович Нам О защите Здоровья Тут Толковал Большой Доклад Делал Вот Сам По себе Вопрос О Встать В самом Рабочем Дне Когда Поднимали Тоже Обоснование Соответствующие Подводили Вот Ну Насчет Сверхурочных Я могу Сказать Одно Значит Коллеги Мои Которые Любители Сверхурочных Были Копейку Лишню Сорвать Там И так Далее Вот Причем Ну По советским Товременам Это Было Неплохо Во Субботу Платили 15 Рублей Просто Вот Пришел 15 Рублей Получай Вот И А 15 Рублей Это были Деньги Так Так вот До 65 Лет Практически Никто Не дожил Вот Были Три Бригады Регулировщиков Так Сборочные Сборочные Эти Участки Были Ну Большой Цех Никто Женщины Жили Подольше Потому Что Вот Как-то Я не знаю Их К сверху Родичным Не привлекали То Сать Понимая Что Можно И схлопотать Там уже Начальнику Если он Так сильно Наступать Будет Вот Значит Что Мы Делали По борьбе Вот С сверхурочными Вот И Формированию Позитивного Отношения К Шестичасовому Рабочему Дню Значит Про сверхурочные Сначала Во-первых Вот Эти Вот Полтора Тарифа Полуторная Оплата Двойная Оплата И так далее Только Двойная Это В кол договор Прописали Работа Выходные Дни Здесь Вот уже Прозвучало Вот они Там вышли Четыре часа Поработали За четыре часа Получили А почему За четыре Молный день Пришел Человек Проходной Пересек Все Будьте Добрее Воплотиться Целый День Почему Потому что День Сломан Вот как Угодно Из семьи Человек Ушел А вот Василий Иванович В свое Время Вот здесь Нам Рисовал Часы И Показывал Полтора Часа На работу Или На дорогу Там Восемь часов На работу Полтора Часа На дорогу Там И так далее Получалось Что остается Только на Семью Там Два Часа И на сон Все Если человек Выходной День Ушел На четыре Часа Это значит Его минимум Восемь часов Нет А восемь часов Это день Уже не театра Уже не кино Уже не зоопарка С детьми Понимаете Вот Пришлось Довольно Долго Бодаться И эту норму Что по Отработанному Времени В выходные Праздничные Дни Оплачивать Мы убрали Оплачивать Только По двойному Тарифу Причем По двойному Тарифу С предоставлением Значит Отголов Дня отдыха Когда это дело Подписали Замдиректор Экономики Говорит Обманули Я говорю Почему По закону Двойная оплата Вы тройную Закатили Мало Вообще Четыре Раза Надо Понимаете То есть Это вот Очень важный Момент Для сохранения Людей Людского Потенциала Был До момента На который Я обращаю Ваше внимание Когда вы Кол договор Опять возвращаемся Кол договор Будете Прописывайте Вот эти моменты Казалось бы Мелочи Так А вот Пропишите И посмотрите Реакцию Администрации Как они В это дело Цепятся И как они Будут Багнаться Безо всех Семь Чтобы это Не пропустить Вот Это вот Очень важный Так Так И еще Это вдобавку К тому Что я Говорил В первом Выступлении При составлении Коллективного Договора Не делайте Ссылки На действующее Законодательство Вот Там Ссылок Быть не должно Соответствие Да пожалуйста Но ссылок Нет Почему Потому что Статья 337 Ее перечеркнули И у вас Колдоговор Уже не соответствует А если Положение Осталось А статьи Там не написано Перечеркивайте Сколько угодно Принято Исполняется Вот То есть Вот Тоже Очень важный Такой момент При составлении Кинут договор Константин Васильевич Про Константин Васильевич Вспомнил Что Ленинградцы Почему-то Плохо С ним Сработали Вот И вспомнил Вот это Положение Он Всегда Обращал На это Внимание Ребята Никогда Не ссылайтесь На действующее Законодательство Потому что Его Меняют Два раза В день И можете Вы пролезать Ну вот Собственно Все Спасибо Дмитрий Юрьевич Шилов Ленинград АОКБСМ Ну да Так вот Я слушаю Конечно Это Самое Такие мысли Что Вот Все Что Писал Маркс Да Вот 150 Там Лет Назад Все То же Самое Сейчас И Происходит Вот И Перерабатывают Люди Не Меньше Вот То есть Рабочий День Фактически Увеличивается Вот Капиталисты Давят Значит Государство Правительство С одной стороны Там Частники Там Администрация Тоже В общем-то Это все Вот этот Коллективный Капиталист Борется За увеличение Рабочего дня И Такая Ситуация Складывается У нас В стране Что Рабочий Класс Деградирует И В общем Сегодня Возраст Увеличили Рабочее Время Рабочую Неделю День Тоже Увеличивают Вот По сути Получается Что Из-за этого Происходит То что У нас Сейчас Смертность Опять Стала Превышать Ну Показатели Да То есть Мы сейчас В 90-х годах Опять Возвращаемся По этим Показателям Вот А это Приведет К тому Что Ну Рабочий Класс Ну Мы с вами То есть Кто Рабочий Класс Это Даже Мы Кто-то Там Вот То есть Вы Вымираем То есть Рабочий Класс Деградирует Вымирает На сегодняшний День То есть Мы с вами Вымираем Я Тоже бывало Такой Что Работал Там До До Оцепенения Как Точно Так же Как писал Карл Маркс Когда Человек От Переработки Просто Вот Уже Это Это Ну Не Может Ничего Делать Просто Вот Физически До Упора Дошел Какого-то Вот Это Надо Понимать Что Ресурс Ограничен У Организма У Здоровья Это Это Как Механизм То есть Тоже Самый Двигатель Там Выработался Ресурсы Все Поэтому Конечно Это Вопрос Очень Самый Ну Пожалуй Такой Важный Вот Он Конечно Связан И с Другими Вот Вопросами Оплаты Вот Понятно Что Его Надо В Комплексе Это Все В Договорах Включать Вороться В В целом Вот Ну А Переработки Значит У Нас Нас Как Вот Хитрости Какие Работодатели Там Приемка Да Вот Есть Когда Принимают Сдают Ну Сдают Продукцию Вот Изделие Вот То есть Вот Эти Моменты Он Значит Назначают Почему-то На уходные Как Надо Сдавать Вот И Как Это Сам Уже Как Была Система Такая Образуется Но Я В этом Не Участвую Но Там Там И Не Все Привлекаются К Этому К Этой Работе Но Тоже Люди Очень Недовольные И Думают Как Бороться Бороться Но Вроде Как Это Необходимость Но Она Необходимость Такая Созданная Ну Как Мне Кажется Ну То есть Производство Необходимость Но Но Она Так Вот Искусственно Мне Кажется Это Сделано Специально Почему Нельзя То Другие Дни Сделать Вот Ну То есть С этим Тоже Надо Бороться В общем Конечно Вот Это В первую Очередь Надо Это С Переработками Вопрос Вставить И Потом Потом Все старое Да Все Технологии Там Какой Прогресс Технический Если Люди Вот Как 150 лет назад Работают Там По 12 часов Ну Какой Может быть Технический Прогресс Там Какое Усовершенствование Ну Производительность Труда Повышение Производительности Труда Об этом Тоже Не может Быть Речи А Это Значит Что Производство У нас Отстает Значит Что Конкуренты Которые Там Ну Тоже Китай Идут Впереди Да Значит Производство Теряет Конкурент Способность Значит Оно Ну Движется В сторону Как бы Банкротства Да То есть Если В него Не вкладывают Ничего Как бы То Значит Предприятие Под угрозой Значит Закрытие Тогда Вот А где А где Будут Работать Люди Да Которые Ну Потеряют Рабочие места Это Ладно Еще В больших Городах А Если Это Если Это Провинция Там Регионы То Это Очень Серьезная Проблема Вот Так что Вот Наряду С Это Заработной Платой Тоже Этот вопрос Надо Конечно Но Ставить Вот Включать Которые Договора И Решать От этого Зависит В общем Выживание Жизнь Наша Напрямую Здоровье Спасибо Уважаемые товарищи Все Все Добавлю Супер Копе По данному Копе Смотрите Для Никого Из нас Не секрет Что Вопрос Пробожительства Рабочего Времени Режима Куда Один из Самых Назуществ Вопрос Вопрос О Снижении Рабочего Дня При Агитации Коллективных Даговоров Натыкается На Наверное Еще Больше Сопротивления Со стороны Работников Чем Разговоры По поводу Нормальной Заработной Платы Тут С чем Приходится Сталкиваться Люди Начинают Пугаться Что Ну вот Мы сейчас Делаем Шестичасовой Рабочий День А сейчас Мы работаем По 12 Ну Это значит У нас Выходных Просто Не будет Мы будем Каждый День Приезжать На работу Вспоминая Когда Советское Время У нас Был 36 Часовой Рабочий День Шестичасовой Рабочий График И В месяц Выходило По-моему Около Трех Входных Трех Трех Рабочих Немного Возвращаясь К сегодняшнему Дню Получается Какая ситуация Вот Они переживают За выходные Между тем Вопрос Чем ты Выходных Занимаешься Ну вот Я там В такси Подрабатываю Ну вот Я там Ремонты Делаю Ну я там На доставке Еды Там Кто-то Даже В Яндексе На велосипеде Или там Бегом Таскает Зашибись В те Выходные А зачем Ну это Потому что Денег Надо Побольше Не хватает Кредитам Машина Класс Класс Миллиона Кредити На 7 лет По 50 тысяч Плачу Ну молодец Это Оставим Вопрос Вот Эти Ладно Купил Кредит Машину И Тогда Еще Акварий Опрос Ну хорошо Денег Ты заработал А когда Ты Тратишь То есть Ты Зарабатываешь Чтобы Эту машину Содержать Там Ну Глупая Какая-то Ситуация А если Второй момент Еще Более Делее Сним Вот Работаем По 12 Часов Ну 11 Часов Бережуся Человек Вот Я В таком-то Месяце Сдал 30 Путевку Водики Погрузчика В месяце 30 дней За 30 День 31 Раз Отработал По 11 Часов 340 Часов В месяц Вся Там Сердцем Ничего Нет Ты Сколько Денег Заработал Тебе Хватит Операцию Что там Сердце Пересадить Или Какие-то Такие Вещи Я Сомневаюсь То есть Вопрос С выходными Он Буквально В рамках Того Расповорот Тебя Разбивается Что Ты Уж Определись Тебе На деле Время Свободное Переживаешь Или Ты Все равно Работаешь Каждый День А тут Поработали До 6 Вот Мы С тобой На обеде Разговариваем А мы С тобой Не здесь Разговариваем Пошли Это был полон сил У тебя Весь день Впереди Если Ты С обеда Пришла Работа Да Ты С утра Успел Встать Все дела Попеределась Там И Себе Побыть То есть У тебя Каждый День Как Выходной Практически Если Получается При 6 Часовом Рабочем Рабочем Практически Нет У тебя Дни Выходные Потом Понятное Дело Что Вопрос После Украшения Рабочего Времени Обязательно Нужно Еще Один Вопрос Обо Что С какой Стати Нам Должны Снижать Рабочее Время Ну Во Первых Можно Конечно Говорить Ну Потому Что У меня Право Но Об Это Как Не Аргумент Люди Не Шибко В Никают Приходится Разъяснять Аргументировать Вот Эту Регомендацию Подготавливать В частности Обоснования Где У нас Кодекс Ограничивает Верхнюю Границу Верхний Предел А Меньше Это Сколько Угодно Не Запрещено Можно С другой Стороны Открываем Отрасковое Соглашение Например Металлургический Отрасль Там Прописано Что За Работу По Сменному Графику Полагается Компенсации Которые Устанавливаются Критивным Договором Какие Компенсации Ну А почему По мне Не Компенсировать Сменный График Снижением Рабочего Дня Ну То Это Все Можно И вот Такой Обосновательной Базой Все Таки Как Нарабатывать Вот Этими Аргументами Надо Делиться Их Обобщать Они Работают Начали Кинешно 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 Работают Затуматься Что Да Действительно Я Лучше Поработаю Пускай Побольше Дней В месяце Но Попроще Не будет Работать И А тут Особождается Время К тому Чтобы Зархвату Повушать Что Изучить С Просудный Решим Ну А мне Некогда Мне Там Надо На Подработку Ну Молодец Ну Ладно Подрабатывать У меня Все Товарищи По данному Вопросу Есть Проект Постановления Которые Будет Предложено Принять За Основу Постановление Российского Комитета Рабочих О борьбе За режим Рабочего Времени Выгодный Для Работников Российский Комитет Рабочих Отмечает Что В последнее Время Работодатели Все чаще Устанавливают Для работников Режимы Рабочего Времени Несоответствующие Нормальным Десятичасовой Рабочий День Сдвоенные Двенадцатичасовые Рабочие Смены Чередование Вечерних Ночных И дневных Смен С минимальным Временем Отдыха Между Сменами Постоянные Вечерние И ночные Смены И так далее Помимо Негативного Воздействия На здоровье Рабочих И увеличение Рисков Травматизма Вплоть до Смертельного Такие Режимы Работы Создают Предпосылки Для еще Большего Увеличения Рабочего Времени Приводят К сокращению Свободного Времени Работников И Занижению Заработной Платы Затрудняют Проведение Профсоюзной Работы И ограничивают Право Работников На объединение Российский Комитет Рабочих Констатирует Что наиболее Выгодным Для работников Является Сокращение Рабочего Дня До 6 Часов Продолжительности Рабочей Недели До 30 Часов Без понижения Заработной Платы Помимо Этого С целью Ограничения Сменной И ночной Работы А также Снижение Ее негативных Последствий Работники Объединенные В профсоюзы Должны добиваться Включения В коллективные Договоры Следующих Требований Недопущение Еженедельной Работы Более 40 Часов И продолжительности Сверхурочных Работ Не более 80 Часов В год Но не более 8 Часов В месяц Сокращение Времени Ночной Работы Без понижения Заработной Платы Ограничение Продолжительности Вечерних И ночных Смен До 8 Часов Ограничение Продолжительности Смены С учетом Обеденного Перерыва Начало Ранней Смены Не ранее 6 утра Окончание Поздней Смены Не позднее 23 часов Предоставление Каждому Работнику Отдыха Во второй Половине Дня Вечером И в выходной День Не менее Одного Раза В неделю Запрещение Работы По выходным Или ограничение Ее до минимума Повышение Оплаты Труда В вечернее Время На 40% И в ночное Время На 80% Составление Графика Чередования Смен За 1 Месяц До начала Учетного Периода Согласование С работником Графика Чередования Смен Согласование С профсоюзом И работником Текущих изменений Графика Чередования Смен Учет Возраста И особенностей Здоровья Работников При планировании Вечерних И ночных Смен Индивидуальный Учет Стажа Сменных Работ Для каждого Работника На протяжении Всей трудовой Жизни Ограничение Вечерних И ночных Работ Минимально Необходимыми Операциями Выполнение Наиболее Травмоопасных Операций И наиболее Ответственных Заданий В дневное Время Предоставление Дополнительных Оплачиваемых Перерывов В том числе Для короткого Сна Из расчета 5 минут За каждый Час Вечернего Времени И 10 минут За каждый Час Ночного Времени Помимо Основного Перерыва Для принятия Пищи Обеспечение Горячим Питанием В вечернее И ночное Время Предоставление Ежегодного Оплачиваемого Отпуска Работникам Занятым на вечерней И ночной Работе Не менее 28 дней Непрерывного Отдыха И дополнительного Оплачиваемого Отпуска Продолжительностью 14 дней Повышенные Требования К технике Безопасности И охране Труда При ночной Работе Углубленные Профилактические Медицинские Осмотры Работников Занятых На сменной И ночной Работе Обеспечение Условий Для занятия Физкультурой И спортом Для работников Занятых На сменной И ночной Работе В случае Отказа Работодателя От включения Данных Положений В соответствующие Разделы Коллективного Договора Или их Невыполнение Работники Должны Начать Коллективный Трудовой Спор И проводить Коллективные Действия Вплоть до Забастовки И защиты Своих Интересов Нижний Новгород 7 ноября 2021 Товарищи Предлагаются Принять Проект Постановления За основу Кто За то Чтобы Принять Данный Проект Постановления За основу Против Воздержался Принято Единогол Автор Денис Борисович Дегтярев Я Вносил Тоже Свои Правки Совместная Работа Дениса Борисович Дегтярев Уважаемые Товарищи В связи С тем Что Первый Вопрос Отнял Много Времени Предлагается Расширить Заседание Сегодня Не в 6 Закончить А в 7 Как вы на это Предложили Смотреть Хотя бы Для того Чтобы нам Ознакомиться С третьим Вопросом Просто боюсь Завтра до обеда Мы Не сможем Закрыть Тем более Если будет Будут правки По этим вопросам Поэтому предлагаю Сегодня Работу Расширить Кто за данные Предложения Прошу голосовать Кто за Кто против Кто Выдержался Единогласно Спасибо Объявляется Перерыв Действия ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ